Собака не может так сделать. Не собляет. Или росомаха. Росомаха побоялась бы собак. Ты понимаешь? Лает собаки. А это, смотри, выловала как все. 37 кроликов выложила. И все надкушены и лежат. Ты понимаешь? А зубы чьи? Ну вот надкус есть, кровь выпита и все. Грустная история для хозяина усадьбы Георгия Рукасуева началась еще 10 дней назад. Тогда неизвестный зверь уничтожил практически все поголовье кроликов. Из 40 в живых осталось лишь 3 крольчонка. Сюда вот залезло, здесь сидели кролики в клетках. Она всех из клеток вытащила. И вот сюда рядом сложила всех. На этом свои вылазки хищник не закончил. Прошлой ночью непрошенный гость снова совершил свой визит в хозяйство Георгия. В результате в живых ни одной курицы. Надо полагать, что зверь сильный. Это видно по изогнутым дверям и следам когтей. И куры, и кролики надкушены со спины. Приусадебный участок хозяина прилегает к лесной зоне. И это дает ему основание думать, что ночной хищник приходит именно оттуда. Сегодня Георгий, имея большой стаж охотника и хорошо знающий повадки обитателей тайги, ломает голову, что же это за зверь. В интернет зашли, посмотрели. Только она, больше никто не может так сделать. Больше никто не может делать. Собака так никак не выломает дверь. А медведь? Ну медведь бы не пришел, потому что собаки лавят. И он бы все разворотил? Он бы все разворотил. И потом бы он утащил хоть одного кролика. А то все кролики целые, все надкушенные. И все лежат. Все сложены в ряд, как человека. Ущерб понесли и соседи Георгия, живущие в соседнем доме. В эту же ночь хищник побывал и у них. Из 18 остаться в живых не удалось ни одной курице. Сегодня у жителей улицы Терешкова версии о том, кто же совершает ночные вылазки, много. Начиная от малоизвестного зверя чупакабры до банальной собаки. Чтобы выяснить, что за зверь уничтожает домашних животных, мы показали одну из кур богучанским ветеринарам. Ветеринары склонны думать, что это все-таки не собака. Ну то есть вы тоже не можете определить? Нет, конечно. Ну похоже это на собачьи зубы, нет? У собаки ширины, но пасть-то будет. Опять смотря, как собака. Захват. Открывает шире. Богучанцам, усадьбы которых прилегают к лесу, остается укрепить помещения для содержания домашних животных и проведать их ночью, когда лают собаки. Ну а Георгий планирует установить видеорегистратор, чтобы спасти оставшихся кроликов. Все были надписаны. Продолжение следует...